МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотни населённых пунктов под угрозой закопления. Обреди они готовятся справляться с масштабным падоком. Критический объём производства, как вы желают, сильнейшие предприятия на волне экономических потрясений. Квартира в найм без риел, хорошо высокая аренда и плата. Обреди они появятся на доступные съёмные решения. Большая вода в регионе опасается масштабного паводка. Из-за аномально ранней весны все экстренные службы вынуждены уже к середине марта быть в полной боевой готовности. В правительстве даже провели специальное совещание. Как будут справляться со стихией, узнала Ксения Фертистера. Сто миллионов рублей. Именно такая сумма может утонуть этой весной в талой воде. А физически людей рискнут оказаться отрезанными от цивилизации. Нельзя считать прогнозы на предстоящие половодья. На то, чтобы предупредить ЧП по прогнозам синоптиков остаются считанные дни. Времени на завершение подготовки проведения весеннего половодья на малых реках области осталось всего около двух недель. Начавшись в март, по температурному режиму прогнозируется теплее климатической нормы более чем на градус. Чтобы паводок не застал врасплох, из городов и сёл вывозят снег. Все платы и ведомства отрабатывают учения в свои действия на случай экстренной ситуации. Специальные службы подрывают лёд и пологер очищают руслы рек. Для спасения людей уже готово почти всё оборудование и снаряжение. Удолазные костюмы, фиксированные установки, мотокомпы и петера на водосной подушке. Также МЧС ведёт активную работу с населением. Первый шаг – оповещение населения, действия с автопрепанки, которые мы уже озвучили, распространение с населением. И также планируется в местных информационных отделениях и местных решателям тоже будет распространено подвлектовыми памятниками по этой местной семье. Несмотря на быстрый приказ весны, представители власти не столько смотрят с оптимизмом. Уровень воды в Волге не просто соответствует норме. Сегодня он почти на метр меньше, чем было в прошлом году. Однако губернатор на такое спокойствие реагирует с опаской. Считает, необходимо учесть ошибки предыдущих лет, чтобы даже в самой глухой деревне люди могли поддерживать связь с миром. Поэтому надо посмотреть дополнительно все резервы. И по Пластиковскому это не только те наши места, там Медведец, там Щетка и Тричка, но это надо смотреть то, что возможно внутри населенных пунктов передвигаться. Это тоже принципиально важно. И поэтому просил бы помониторить ситуацию, что мы имеем и имеем быструю оперативную доставку в то или иное место. В зоне риска уже сейчас числится более 25 районов области, а это сотни населенных пунктов. Поэтому, чтобы не допустить трагедии, необходимо наловить плотное межведомственное взаимодействие, считает руководство региона. Призывает сотрудников всех спасательных подразделений быть готовыми к работе в круглосуточном режиме. Ксения Пиоптистова, Алексей Бредихин, «Саратов-24». Самый популярный бизнес-кризис – сдача в аренду помещений. Хотя предпринимателям с каждым месяцем все сложнее ее оплачивать. Поэтому бизнесмены с арендодателем пытаются найти компромисс, снижая ставки до 30%. Об этом говорили на пресс-конференции представители профильных структур и предприниматели. Лице-президент торговой промышленной палаты области Светлана Баринова рассказала, что в первую очередь свой бизнес закрывает небольшие предприятия. Это туристические фирмы, продуктовые торговые точки и магазины один-две трепуты. Однако переозвучивание дискуссивной стороны для предпринимателей во время слизиста – это кимпо-позамещение и поддержка начинающих бизнес на нас. Если брать малый бизнес, то здесь целый комплекс мира. Во-первых, принят и прошел, не принят, но на стадии принятия, прошел обсуждение закон по мировой ставке по патенту для предприятий, которые начнут осуществлять свои деятельности к определенным налоговым каникулам на два года. И хорошие шансы тоже живут для того, чтобы начать и собственные дела в том числе. Кроме того, представители бизнес-сообщества рассказали о том, что официальной информации о закрытии ресторанов и кафе пока нет. Однако более 50 заведений уже выставлены на парадах. Предлагается, что так некоторые предприниматели пытаются избежать банкротства и огромных долгов, и возможно, откроются заново, когда кризисные волнения закончатся и курс рубля стабилизируется. Между тем, кризис уменьшает масштабы саратовских промышленных гигантов в регионе, фиксирует массовое сокращение на предприятиях. Тысячи людей становятся безработными. Так предприниматели пытаются спасти свой бизнес. Крупным компаниям бороться с экономическими потрясениями поможет государство. 11 предприятий вошли в федеральный перечень импортозамещения. Но даже мощная организация вынуждена терять кадры. Стоит ли паниковать, если уже все меньше оказался на грани выживания? Подробности в нашем сюжете. В современной реалии заставили замолчать, кажется, самую сильную сферу промышленных силах паузу, будто бы оглядывались на процессы макроэкономики. Впрочем, Россия не впервые прорывается к производственным рекордам. Перестройка от кризиса 98-го, 2008-й, и вот теперь 2015-й, чтобы помочь руководству страны, решила в буквальном смысле заглянуть вглубь индустриальных проблем. Год и новый рабочий год начали вместе. Правительство с одной стороны, и бизнесмены, аграрии, промышленники с другой. Министры отчитываются о проделанной работе и решают, как будут экспиры жить дальше. На расширенном заседании обнародовали план действий по выходу из кризиса. Говорят, это живой документ. Его будут дорабатывать, соответственно, с практиками. Правда, предприниматели уже вынуждены сами искать путь к спасению, каким бы непопулярным он не был. Наши выплатители настроены максимально сохранить численность и сохранить зарплату. Выход в этом случае или неполная рабочая неделя, или неоплачиваем отпуска в период этой загрузки. Но главное сохранить всех специалистов. И это коснулось не только малого бизнеса, но и промышленных гигантов регионального масштаба. На этом предприятии часть сотрудников уже перевели на трехдневную рабочую неделю. Для тех, кто трудится на стильной основе, серьезный минус в зарплате. Но даже те самые ценные кадры, кажется, обесценились. Раньше мы делаем, что только работаем, все субботы, правильно? Когда остаемся, мы же всех урочных получаем выходные, выходим, доплачиваем, сейчас, что заработаем. Продукты дорожные сдали, рубль обесценивался, на тяг работаем. По-простому о глобальных процессах в экономике страны. Пусть не так элементарно, но подтверждает руководитель. Генеральный директор предприятия Владимир Мигаль показывает современное оборудование, без которого вряд ли можно будет развиваться и замещать импорт, как того требует антикризисный план. Цена этого станка не изменилась. Один миллион евро, правда, в рублях вдвое дороже. Мы ежегодно планировали предприятие технологического оборудования, не менее чем на 50 миллионов в год. Но сегодня нам надо уже 100 миллионов. В этом году без помощи, без субсидирования процеду и стал, мы можем не выйти из этого кризиса. Мы проходили это в 90-х годах, когда началась вот эта пресловутая перестройка, и когда погибли, было очень модно говорить банкротство, да? Помните? И многие заводы превратились в рынки. Рыночную судьбу повторять не хотят, но уже разработали свой план. Конструкторы продолжают проектировать новое оборудование. И территория сбыта прорвала границы России, правда, до кризиса. В общем-то, в среднейской действии представления правительством себя, как и вариантов решения проблем предприятия, не нашли. Хотя и отметили, в целом, меры не конфликты. Они должны поддержаться разработкой конкретных мероприятий. Вчера, мы говорили, что есть возможность, но на уровне региона, не засчитываясь, когда так разродятся, что диралы это тут указали. Нам обидно, что те возможности внутренних дел мы не использовали. И никто не хочет с нами разговаривать на равных, чтобы понять эту ситуацию. Это человек томас, что всевозможное. Говорить, что мы тут про советские мыслим, поэтому мы не понимаем рынок. Те ребята, которые это все, они его не понимают. А нужно сейчас найти временное, например, вот кризиса, варианты выхода из этого положения. Доступность какие-то. И мы больше ничего не просим. На стакт вот центробанка не может повлиять региональное правительство. Как? В антикризисном плане учли все возможные механизмы. Поддержка импортозамещения малого и среднего бизнеса, инвестирование оборонзаказов, уменьшение расходов бюджета, повышение устойчивости банковской системы. Как это будут реализовывать на практике, решат к маю. А пока министр экономики Владимир Пожаров советует бизнесу пройти тест-драйв на эффективность. На предприниматель должен выживать в любых условиях. На то, что предприниматель. Ну, где предприниматель, кто прошел 90-е, я могу сказать, что вот то, что сейчас происходит, это совсем не кризис. До пустых прилавков 90-х действительно вряд ли дойдет. Только то, что в действии рынок многим уже не по карману. И рост цен зачастую не попытка спекуляции, а предпринимательская необходимость. Уже задумывается о переориентации бизнеса, как и многие в регионе. Здесь явно выступят фильтры неэффективности предприятий. Чтобы и дальше не поднимать цены, но сохранить конкурентоспособность, сейчас руководители вынуждены оптимизировать ресурсы. И не важно, энергетические или кадровые. Даже самых стабильных накрыло волной оптимизации. Николай устроился на имиджевое предприятие в Балакова. Федеральная Северсталь. Высокие зарплаты и уверенность в собственном завтра. Так и было до нового 2015-го. Мы по Новый год, в кризис, в самый раздор кризиса, в стране остались без работы. Несмотря на то, что они обещали, что стабильная заработная плата, стабильная работа. И еще и два года нашего льготного ряда, скажем, меня просто выкинули. И результаты ничего никуда не берут. Ни на атомный, ни на врус. Никуда сейчас вообще не на выстроить, потому что кризис в стране. 100 людей. Вместе с Николаем уволили 11 человек. Северстали. В регионе это число измеряется тысячами. Причины принудительной отставки самые разные. Нежелание развиваться, различные нарушения со стороны работника. Но только не кризис. Такой формулировки в официальном документах не найти. Вот и получается, что на фоне многообещающего курса на импортозамещение цель этой независимости от Европы меркнут. Непомерно растущие цены на продукты, вынужденный кадровый год промышленности. Высокие процентные ставки для бизнеса и уже непредсказуемая ипотека. Все это почему-то предпочитают оставлять без особого внимания. В вакууме информационного пространства. Вероника Рапова, Александр Бачков, Саратов, 24. Жители региона с низким доходом смогут претендовать на муниципальное жилье. Сегодня в областном парламенте отступили важные поправки регионального законодательства. Согласно нововведениям, люди, которые не в состоянии приобретительное жилье при помощи ипотеки, будут иметь право на временные квартиры от жилищного фонда социального использования. Подразумевается, что совместно с постройщиками для этих целей в регионе возведут специальные многоквартирные дома. Стоимость арендных плат в них будет существенно отличаться от рыночной. То есть мы берем среднюю семью, 4 человека. Соответственно, вот мы рассчитали, что с учетом, что у них среднобучевой доход 20 тысяч рублей, из расчета предоставления 18 квадратных метров на человека, это норма предоставления как раз жилья эконом-класса. Поэтому для данной категории будет предлагаться, что они могут участвовать в получении жилья из фонда социального использования. в аренду по фиксированным государственным статкам. То есть эти статки будут намного ниже рыночных, ну то есть фактически там будет платить за коммунальные средства. Самым сложным вопросом стало обсуждение критерии, по которым должна будет определяться категория граждан, преследующих на социальные квадратные метры. По мнению прокуратуры, эти квартиры должны расцениваться исключительно как временное жилье. А предоставление необходимо учитывать не только семейный доход. Таким образом, те средства, которые сейчас эти граждане приобретают кредит в уплате банком, они их экономят и испормируют их питал для приобретения или более так сказать объемных стартовых питалов, которые доставлены. Поэтому, если исходить вот из этих принципов, по всей видимости, такая возможность использовать их живое помещение должна предоставить преимущественно молодым и трудоспособным гражданам, которые способны за платежи в пользу именно как временное, с перспективой на будущее, а не для которых жилье должно стать последним перспективом, где они встретятся в своей пенсионной возрасте. Кроме ментарии также заметили, что самые сложные вопросы еще предстоит решить. Главное – это найти инвесторов, которые согласятся возводить жилье для сдачи его в социальную аренду. На лодке с комфортом в Старатове открылся единый регистрационный центр. А это значит, что оформить юридическое лицо или ИП, а также отслеживать все бюджетные операции с ними, теперь можно в одном месте. Преимущество центра разбиралась Влада Черния. Использует удачный опыт европейских коллег в Старатове, открывает единый регистрационный центр. Его задача обеспечить публичную достоверность сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, что позволит им же значительно упростить взаимодействие с небюджетными фондами. Будут выработаны единые экологические подходы. Раньше это снималось 16 инспекций, теперь будет все сосредоточено в одном инспекции. Соответственно, самые коэффициальные кадры будут собраны здесь, именно в этой инспекции. Для того, чтобы избежать очередей операционного зала, оснастили электронную систему управления. Это улучшит качество и скорость предоставления услуг с современными технологиями. Уже успела познакомиться одна из первых посетителей единого центра Аллы Беликова. Так неожиданно было, девушка встретила нас у входа, снимать нас, выслушала и помогла нам получить талон. Я объяснила, в какое окно нам нужно обратиться. Для тех или иных клиентов, которые живут в удаленных районах области, единый центр предлагает воспользоваться интернет услугами. Хочу призвать налогоплательщики Саратовской области активнее регистрироваться на сайте личный кабинет налогоплательщиков и физического лица. Это очень удобно. В течение 2014 года более 8 тысяч человек Саратовской области зарегистрировались на сайте, пользоваться услугами этого сайта. Это очень удобно, не надо входить в налоговые органы. Достаточно единственный раз надо сходить и получить доступ к сайту пароль. И потом вы можете видеть все свои задолженности, начислить налоги, исправить, корректировать их, направить письм на налоговые органы и получив ответы. Для максимального удобства налогоплательщиков прием документов на государственную регистрацию будет осуществляться также в Палахове, Балашове, Аткарске и Вершове. Влада Черняева, Александр Бачков, Саратов, 24. Еще 1 миллион и 100 тысяч рублей в копилку мемориального комплекса, где средства удалось собрать за один благотворительный концерт, который организовала общественная талата Саратовской области. Заболителенному марафону по вскоре следствия строительства музея трудовой славы подключился от заслугивания артист России Андрея Верещенко. Несмотря на простуду, он вышел на манеж Саратовского церкви и исполнил вживую в жанровой композиции мировые хипи, шлягеры прошлых лет и песни современных авторов. Председатель общественной талата Александр Ландо рассказал, что Саратову помимо мультивии боевой славы необходим и мультивии трудовой славы, чтобы создать классные победы целый мемориальный комплекс. Общественная талата не осталась в стране этого процесса, и мы обратились к нашим коллегам в муниципальном образовании. Я хотел бы сегодня сказать большое спасибо, что они в это дело вложились, и мы сегодня имеем возможность вот такой официальный праздник для наших людей, жителей Саратовской области. На строительстве музея трудовой славы за полгода жители области пожертвовали уже 70 миллионов рублей. Для того, чтобы завершить уникальный проект, нужно еще столько же. Однокорбинзаторы не сомневаются, что нужную сумму соберут и объект сдадут еще до начала майских праздников. Саратов-24 представляет уникальный проект. 9 марта в час дня в нашем эфире пройдет марафон сбор средств на строительство музея трудовой славы. Участниками эфира станут политики, меценаты, ученые, дружники тыла и работники культуры. Вместе с нашими гостями мы пройдемся по самым важным объектам в истории трудового Саратова. Каждый из наших телезрителей может принять участие в сборе денег. Для этого необходимо отправить смс на номер 3443 со словом труд, а через пробел ту сумму, которую вы готовы перечислить в фонд строительства музея. Напомню, марафон пройдет 9 марта в 13 часов. Это были главные новости к этому часу. До скорой встречи в эфире.